Всем добрый день! Мы сегодня собрались здесь, чтобы высказать свою позицию по так называемой блокаде, которая происходит в центре нашего родного города. Вчера вечером группа людей во главе с народными депутатами от самопомощи прибыли в наш город для блокирования железнодорожной магистрали в качестве блокады. Они это делают почему-то не на границе Украины, не на железнодорожной станции, а в центре города, в центре нашего города, где мы с вами все живем с нашими семьями и с нашими детьми. Мы не понимаем позицию народных депутатов, которые расшатывают ситуацию в нашем городе. Мы не понимаем, почему они не могут... Мы не понимаем, почему они не могут со своими полномочиями народных избранников подать соответствующие законопроекты в Верховную Раду. Мы не понимаем, почему они не занимаются, фракция самопомощь, львовским мусором, а приехали в наш город для того, чтобы расшатать ситуацию, перекрыть железнодорожную трассу, причем в 150 километрах от границы, чтобы не могли проехать даже жители Шостки и других регионов в Киев и в центр Украины и лишить работы железнодорожников основу нашего города. Мы категорически против той ситуации, которая сегодня развивается. Мы были сегодня на месте так называемой блокады на проспекте Мира и прекрасно увидели, что жители нашего города не поддерживают блокаду в таком виде. Мы понимаем законные методы. На сегодняшний день есть санкции, которые введены в адрес краинных агрессоров Российской Федерации. Мы работаем с законодателем в русле. И два года назад тот же наш завод «Мотор-Деталь» самый первый ощутил на себе эти санкции. Почему сегодня должны страдать железнодорожники, нам совершенно непонятно. Я хочу передать сейчас слово депутату Сумской областной рады Рыжкалю Анатолию Яковлевичу. Я хотел бы от депутата областной рады вернуться до сконодобчан, чтобы не поддавались провокации. Вы знаете, какие важкие часы мы пережили 2014-2015 годы? Когда были на авиаконе тут теракты и в шосте, когда приезжали то оплоти, то еще что. Поверьте, и влада, правоохоронные органи. Вы знаете, какие мы переживали часы 2014-2015 годы, когда были тут и теракты и в шосте, и в конотопе, и когда приезжали гастролеры и оплот. Что они сюда привезли? Они привезли сюда взрывчатку, подрывать, или гранатомет, там взрывать. Поверьте, на Сумщине мы разберемся сами. Я сказал Семельщинку, вот мы приехали из Львова, Тернополя, хай едут у себя там, блокируют, дестабилизируют ситуацию. А на Сумщине, поверьте, где 562 километра кордона. Нам не нужно таких помощников, потому что они дестабилизируют ситуацию. Это приносит загрозу энергетической безопасности Украины, напружена социальная ситуация. Поверьте, почему они выбрали конотоп? Помогли и Хутор Михайловский, и Зерново. А давайте именно конотоп. Для чего? Для того, чтобы пиар какой-то провести. Так я сказал и депутату Семельщинку, вы лучше занимаетесь своей работой, потому что ответственность за то, что блокирование залезницы по 750 гривей, а держава втрачает миллионы. Так вы принимаете такие законы. А ничего приводить тут проплаченных хлопцев. Мы 24 лютого на областной раде приняли решение. Мы выступаем за то, чтобы эти вопросы решились помиркованно. И вы знаете, как в Минске угоди были. Можно их засудить, но поверьте, если тогда не было ни армии. Точно так же, если у нас проведены реформы в энергетике, то можно проводить и блокирование, и все. А если, допустим, это скажется, то светло будет включать. То опаления не будет. Втрачаются рабочие места. Так поверьте, навыше нам таки гости, тем более народные депутаты, и до чего они нас призываются? Для того, чтобы привезли 15-20 человек и сделать себе пиар, а тысяча людей остается без работы? Чи без светла? Так кому это нужно? И, поверьте, депутаты областной ради приняли решение, которое не поддерживает этой блокады. Эти вопросы нужно решить помиркованно. И ничего тут делать пиару. Конотопы сами разберутся. Если нужно блокировать, то сами заблокируют. Без всяких помечников. Поэтому я очень благодарен, что жители Конотопа связанно до этого относятся и заслуживают этих гастролеров, которые приехали, неизважившись депутаты, народные депутаты. И поэтому я и сказал Семенчуру, собирайте своих ребёнок и вывозьте там в Львове, Тернобиле, где угодно. Проводьте акции. А на Сумщине такие акции проводить не нужно. Вот я и хотел бы даже вернуться. Кто за то, чтобы, допустим, та блокада была? Шановні, я хочу вам сказать, что насампереду перекрили залезницу не жители города Конотопа. Не жители. Жители города Конотопа находятся сейчас вот тут. Половина города работает на этой залезнице. И если бы была ваша воля пойти перекрыти, я бы был поруч с вами. Я депутат областной ради от Конотопа Демеха Сергей Васильевич. Я бы поддерживал вас. А когда приехали заработчане и решают какие-то там вопросы, где-то, что-то, и перекрывают, и тем самым снищивают и рабочие места, и нашу Конотопскую залезницу, то мы насамперед не должны стоять осторож. Ви всі підтримуєте блокаду в таком русле? Ви не підтримуєте. Ви всі Конотопчане. Всі тут проработали не по одному десятку року. И вы там стоять, кто за кто. Хлопці приїхали, не знаем мы, кто тут. Але вони перекрили в Конотоп, приїхали и перекрили дорогу. Для популізму. Не для того, чтобы решить. Это все решается на рівне державы. Хай закон прийму, что у нас идет война с Российской Федерацией, тогда я сам встану, ляжу там на рельсах. А сейчас нет этого. Нет у нас войны в том русле, как они нам сейчас показывают. Конотопчане, вы за блокаду в таком плане, или нет? Нет. Нет. А что там не найдутся, чтобы их повязали. Вы розумієте, все заполітизовано. Дуже заполітизовано. Дуже багато. На самом деле, я вам скажу, мы сейчас вот разговаривали. А? И сравнивали 2014 год. Там борются за то, чтобы была блокада, и не торговали с Российской Федерацией. Правильно, Роберт. Тут их и не так. Я сам за блокаду, но не в таком плане. Я за блокаду. Вы же понимаете, как он пришел? Пришел камеру на вилку. У нас уже вопрос стоит не о безопасности, экономической или энергетической. У нас стоит вопрос о безопасности существования Украины. Если они хотят навредить кому-то и борются за власть, это можно бороться. Можно быть в оппозиции к власти. Тут многие в оппозиции к власти. Но нельзя быть в оппозиции к Украине. Я хотел бы передать слово человеку, который много раз был в зоне антитеррористической операции. Друзья мои, я приехал из города Ахтырка. У нас была совсем недавно такая же ситуация. Такие же негодяи пытались расшатать. Мы этого не допустили. Три ротации в зоне АТО. Я вам скажу, люди Семенченко были приняты нами лично на переправке грузов на ту сторону. Это чистой воды популизм, который ведет, именно, как сказал ваш депутат, к расшатыванию ситуации в нашей стране. Ни один из этих людей не может сказать, что он делает это для нашей Родины с вами. Ни один. Почему? Потому что, повторяю, они это все затеивают чисто для своей выгоды. Семенченко потерял, будем говорить так, потоки, потерял деньги. Теперь они рассказывают про блокаду. Он есть депутатом Верховной Рады. Ни одного законопроекта, который бы помог осуществить эту блокаду, они не представили. Ни одного. Два года уже у нас Верховная Рада, два с половиной. Почему же они только сейчас заметили? Почему только сейчас начали блокаду? Потому что потеряли деньги свои. Потому что им перестали, ну, запретили переправку туда грузов. То есть они потеряли деньги. Естественно, нет поступления финансов и нужно за что-то содержать своих головорезов и свою армию. Господа, это ваш город. Ваш. И только вы вправе решать, здесь кому-то быть или нет. Только что мы задавали вопрос Соболеву, зачем он это делает. Он от нас убежал. Он не ответил нам на эти вопросы. Потому что он сам не знает, чего он хочет. Власти больше ничего. Только в ваших руках, в ваших руках, дорогие мои, ну, стабильность вашего города, вашей работы и нашей вместе с вами страны. Спасибо. Я думаю, что спильными зусиллями мы не допустим дестабилизации в Конотопе. А в Конотопе, я знаю, будущий начальником УВС и в 2014-м были такие головы давать дорогу перекрывать. Вы не понимаете? Это польза никому не принесет. И тому я вважаю, что эта гражданская позиция, мы абсолютно должны ее висловлювать и сказать и народным депутатам занимайтесь своими справами, а не разгайпите эту ситуацию. Ну и правоохоронный орган, я спілкуваю, с правоохоронцами, они дадут принциповую оценку. Субтитры создавал DimaTorzok